На передовой минометными снарядами запрещенных калибров боевики поливают наши позиции на всех направлениях. За минувшие сутки четверо украинских военнослужащих получили ранения. По Красногоровке утром били танки. Городок под захваченным боевиками Донецком уже несколько дней сотрясается от взрывов. Оттуда вернулась Ирина Баглай. Ну если зайду, значит будет мне дым. Не боюсь, я уже прожила, у меня восьмой десяток. Сегодня Лидии Иосифовне сообщили, глава террористической ДНР Захарченко угрожает ей расправой за то, что она видит, живя на окраине Красногоровки, которую обстреливают боевики. Я правду сказала. Я говорю, как Россия заберет свою ласкает технику с Донецка, Луганска. Я говорю, так и война закончится. И теперь будут меня наказывать. Я знаю. А то такие пироги. Людей боевики наказывают уже третий год. Только жители не понимают, за что в них летят снаряды. Мы вчера час бомбили. И по городу здорово, и нас тут здорово. А сегодня два часа. У женщины контузия и ранения. Чудо в марте не стекло кровью. Осколок зацепил артерию на руке. Пришлось самой себе оказывать первую помощь. Я еще сама села на машину. Сюда не ехали, потому что сильно бомбили. Мы выехали в больницу. За нами еще два снаряда упало. И я фары не включала. Когда-то по этой улице ходили к озерам, отдыхали. Теперь к холму и приближаться не рискуют. Улица простреливается. Вот тот завод, видишь? Вот. Сегодня оттуда гасили. Здорово гасили. В округе все заминировано или в воронках. Но деваться некуда. Впервые после лета Николай вывел на пастбище телят. Я не мог управляться идти до коров. Я выхожу где-то полшестого. Я не мог выйти из дома. Я вышел уже в седьмом часу. Бахали. Бьют боевики из захваченной Сар-Михайловки и окраин Донецка. Шахты Абакумова. Город вот уже вторые сутки вздрагивает на рассвете от выстрелов танков российских наемников. Началось так. Сначала стрелка дня, а потом уже начались танчики по нам. Танки были? Сегодня танчик по нам был, да. Один? Сколько? Вчера танк. Он один выезжает где-то из шахты и начинает по нам ложить. Во время такого обстрела погиб совсем молодой солдат Игорю Шапошнику. Было 18 лет. Пришло распоряжение перед Новым годом сверху, чтобы всех людей, которым нет 20 лет, отправить на пункты постоянной дислокации части. Но так как Игорь захотел продолжить, не покидать своих товарищей, ему 20 июня должно было бы исполниться только 19 лет. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.